В своем послании президент Акаев огласил ряд кардинальных преобразований, которые должны изменить жизнь нашей страны, политическую жизнь, экономическую жизнь, а также социальную. Я хотел бы остановиться на такой инициативе президента, как сокращение квоты Ассамблеи народа Казахстана в Можилисе и перенос данной квоты в Сенат с сокращением с 9 до 5 мест. Я считаю, что это вполне своевременное решение, что Ассамблея народа Казахстана занимала данные места в Можилисе не для того, чтобы лоббировать чьи-то национальные интересы, а в принципе, чтобы работать во благо Казахстана. Поэтому даже сокращение данной квоты, на мой взгляд, не должно повлиять кардинальным образом на роли места Ассамблеи народа Казахстана. Ведь за эти годы Ассамблея народа Казахстана показала себя как институт, который способствовал укреплению межэтнического согласия и межнационального единства в нашей стране. Ассамблея является хорошим институтом, хорошим примером для других государств в мире, способствующим стабильности нашего государства. С учетом тех событий трагических, которые произошли в январе, президент делает переструктурирование политической системы. Это коснулось Ассамблеи, но, как я уже сказал, это может быть даже укрепит какие-то позиции Ассамблеи, потому что Сенат, это верхняя палата парламента, соответственно, и двухпалатный парламент, он является основой стабильной политической системы. Это подчеркивал и сам президент Такаев, говоря о том, что как раз-таки двухпалатная система парламента, которая преобладает в европейских странах, она является основой стабильности, сдержек и противовесов в политической системе, и это хорошо. Я думаю, те преобразования, которые мы видим, и те, которые инициирует президент Такаев, в частности, выборность Акимов, у нас уже пилотным проектом состоялась выборность сельских Акимов в июле прошлого года, далее это будут, скорее всего, Акимы городов, может быть и области и так далее. То есть все это хорошо, и я думаю, что это сдвинет наше общество и поведет его к дальнейшим демократическим преобразованиям.